за 4 апреля 2018 года воскресенье сегодня я проснулся довольно кираном наверно в седьмом часу уже кричали дети здесь везде не важно но все-таки более-менее спал хотя просыпался ночью опять ненадолго утром я раскачивался до обеда в библиотеку надо было пойти к двум в медиатеку фабрики по-моему так называется а нет манюфактюр поэтому я не особо спешил и упустилось виду что мне надо быть на площади было быть до двух там раздают дешевый продукт то есть бесплатный продукт я не для себя точнее как скоропортишь если там апельсины бы дали я бы конечно сам бы съел вот все остальное особенно сладкое для стразбунга ну вот забыл к тому же просто опять засел вот мобильник дорвался до него кран то сделал насколько я был без долго наверно у меня потихоньку выходил из строя то этот участок не тапается тут то другой в общем месяца наверно ну 2 я был без нормального экрана то и больше да нет месяца три вот в этом порно портачил ты стер я письмо кива дингер с решением конституционного до австрии сейчас не могу найти а без него не могу жалобы из печи подать на австрию в общем чаю попил потом покушал вот этот набор я купил по акции за рубль 70 до сварил в общем так не спешил и упахивался с этим мобильником программы ставил там в общем довольно таки много переделал вообще-то это вот тоже нужно когда-то нужно этим тоже заниматься вот как раз где-то два часа то я около двух позвонил в стразбург спросил ну как ходили за сникерсами к вокзалу точнее спросил да ходили ли вы ходили но там ничего не давали ну ладно сладкого нет исполнил что мне надо на площадь бежать за этим продуктом побежал а там уже никого нет пошел медиатеку тоже я припозднился там компьютеры свободных не было засел за один компьютер где я первый раз сидел а там на у нажимаешь на латинскую латинскую выскакивает какой-то окно что это такое не знаю такого так у меня в жизни впервые впервые чтоб по одной кнопке по одной буквы выскакивал какой-то вообще левое окно ну право администратора системы там выскакивали пересел на другой компьютер с ним тоже поборолся а вот тут кстати до меня дошло я хотел скачать свой образ читалки чтобы сразу же закачать на новую до меня дошло что я могу просто со своей читалки снять снять образ и перекачать и уже как бы ее перекачать там только мне придется удалить электронную почту свою в общем свои персональные данные и все посижу минут пять-десять зато не буду заморачиваться закачивать этот двухгигабайтный образ на флешку переписывать его хотя это нам даже в общем по хлопотам одно и тоже наверное ну сидел я долго там что-то вот я все никак адвокату по больше никак не подготовлю все дела что-то мне сразу все но он не приходит мне перебивают и такие заботы которые сам себе задачи загрузил подобрать ноутбук бушный отвезти сразу купить отвезти в стразбрух это отвлекает и на любую искать там фонарик для читалки там что-то еще вот эти вот в общем не могу сконцентрироваться полностью а здесь вот где где мне куда поселили здесь отдохнуть удается здесь крики детские крики взрослые крики музыку надо включает очень полы и скрипят и так далее сосредоточиться здесь не удается нормально то есть я здесь можно конечно не постоянно нету как бы такого настроя серьезно за что-то взяться даже в библиотеке даже лучше потише вот досидел я до конца по работу на телефон поставил работу тор прокси vpn и качал в библиотеке там скачал десятый промт но он что-то тоже не запустился в общем завтра попробую надо пораньше сходить в библиотеку в эту муниципаль и забить там компьютер нормально с большим экраном и посидеть там везде визжатные ну хотя бы два раза по полдня чтобы я уже сегодня вечером при закрытии библиотеки отправил адвокат на русском языке материалы по польше но надо еще перевести на английский а потом еще после английского на французский ну чтобы перевести нормально на французский нужно мне контролировать перевод все-таки промтом и обилингва google translate я английский могу как бы отвечать что он перевел более-менее нормально его понимаю а французский я не могу контролировать это большой труп кстати это страниц шесть а четыре то и больше так что это на весь день как я устал в германии в австрии то есть переводить эти все бесконечные документы переводить свой русский текст на немецкий я перевел в общей сложности за три месяца сорок страниц только своего текста еще всяких документов ну страниц в общем на день у него подала где-то ну по странице по полторы но если заминусовать выходные и поездки в супермаркет день страничка плюс учение немецкого и так далее благодаря чему я сейчас более-менее немножко немецкий понимаю вот потом шоу я домой по пути по страницам сломчат захотел программку теме вверх остыть и вверх смотреть что там на экране другого смартфона творится что там поводил я нехорошо это да ладно нужно поиграться просто этим делом изучать на вячем программку нашел вот этот который записывает что на экране творится вот я ему записал видео там тоже опубликовал на youtube но я закрыл эти видео хотя по-моему там одно открыто сегодня пришел вот таких было потом утром что тут прям громко было и вечером тоже пришли гости видимо тоже было очень громко там сейчас потихоньку начинают успокаиваться все я мясо то которое купил я в пятницу где-то больше кило говядины для старого я его ладенько на меня лежал с пятницы солилась перчатки началось сейчас соскрою все это и около батареи повесил не знаю пусть ночку повисит в нем опять положу холодильника схавая завтра вечером опять пришло бы три и пусть живешь и висит на две недели надо висеть это очень долго я думаю недели хватит отвезу страсбург гостиниц ну себе там чуть обрежу очень вкусно получается я наверно тоже отсюда на эту говядину хотя и дороже получается но по крайней мере нам по крайней мере естественная еда вареная свинина подошлись от конечно хорошо по 750 говядина вот полиндровиц или как я там сделано это еще лучше ну что у меня тут сейчас вполне порядок честно говоря тут не так уж много вещей вот оно мясо это да не так уж много вещей поэтому я стараюсь чтобы было как можно меньше этих вещей не люблю я вещи чем их у меня меньше тем меньше век так что завтра я надеюсь адвокат же моя сам не очень-то хочет связываться мне кажется она забила на меня думаю они не особенно то выполняется долг перед клиентами потому что в том браке бесправы мы людям и денег не платим государство на них обидеться если она она будет наш слишком защищать то есть я не думаю что там что-то получится нужно она мне не хочет решение суда отсылать я забыл в суде взять я расписался него и не взял ну что был сильно расстроен а теперь не могу сам апелляцию составить так бы мог даже сам отправить я думаю хотя это не по закону может быть кто их знает по закону не по закону ладно вот сегодня ничего такого особо не приключу хотел я сходить на холмы которые на по моему на востоке они точно на востоке если как посмотреть по карте то вот в сторону хотя что-то не ориентируюсь в общем тут есть холмы недалеко от города нет западе и хотелось бы спросить узнающих людей как тут автоступом операции из города метра полтора подводительные до до бездной дороги и ну и сразу как выбраться я уже примерно знаю там они живут на на выезде как раз 300 500 метров максимум до выезда нужно узнать не просто выезд нужно узнать где за колонки где места где можно стоять и голосовать вот что очень ценно и важно ладно пока все